Всем привет! Меня зовут Маша. В этом видео я представлю сварочный инвертор торговой марки Хютер модели R180. Расскажу о его особенностях и покажу, как использовать. Сварочный инвертор предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током. Он используется для скрепления металлических изделий и конструкций между собой. Устройство способно работать даже от сети с широким диапазоном напряжения от низкого 160 вольт до повышенного 260 вольт. Оборудование выполняется по инверторной технологии на IGBT транзисторах и обладает достаточной мощностью при небольших габаритах и малом весе. Аппарат исключительно прост в управлении и не требует особых профессиональных навыков. Устройство выполнено в металлическом корпусе с передней пластиковой панелью. На панели размещается регулятор сварочного тока от 10 до 180 ампер, индикатор подключения к сети, индикатор защиты от перегрева, силовой разъем для подключения кабеля с электродержателем и силовой разъем для подключения кабеля с клеммой заземления. В комплект входит сам аппарат, кабель с клеммой заземления, кабель с электродержателем, плечевой ремень и инструкция по эксплуатации. Перед началом работы необходимо определиться с диаметром электродов, который зависит от обрабатываемого металла. Сварочный электрод – это стержень из электропроводного материала, который предназначен для подвода тока к поверхности изделия. Наиболее распространены электроды диаметром 3 мм, которыми варят в диапазоне тока от 90 до 140 А. Для начала работы установим ремень. Присоединим к силовым клеммам аппарата кабель с электродержателем и кабель заземления в зависимости от требуемой полярности электрода, которая указана на упаковке. При прямой полярности минус находится на электроде, плюс на заготовке. Это означает, что ток течет от заготовки на стержень. Металл греется больше электрода. Применяется для сварки толстых металлов от 3 мм и резки инвертором. При обратной полярности наоборот, электрод нагревается сильнее. Чаще применяется для сварки тонких металлов, уменьшая риск прожога. Далее убедимся, что выключатель, расположенный на задней панели, находится в положении выгл. Подключим оборудование к сети. Поставим регулятор сварочного тока в минимальное положение. Вставим электрод и поворотом регулятора величины тока установим требуемое значение. Все готово к сварке. Для защиты от искр, шлака, горячего металла необходимо использовать раки, маску и огнезащитный костюм. Посмотрим сварочный аппарат в работе. Соединим лист и трубу из металла. Для этого подсоединим кабель заземления к одному из металлических изделий. В начале сварочного процесса за счет кратковременного увеличения силы тока облегчается первичный поджог электрода благодаря функции Hot Start. Расстояние между электродом и поверхностью должно быть примерно 3-5 мм. Аппарат оснащен функцией Anti-Stick. Она снижает силу тока при залипании электрода. После завершения работы удалим шлак и окалину со сварочного шва при помощи молотка. Для проверки герметичности шва заполним емкость водой. Для окончания сварочных работ установим регулятор в минимальное положение. Выключив аппарат, отключим его от сети. Затем нужно отсоединить от аппарата кабель с электродержателем и кабель заземления. Помните о мерах безопасности. Запрещается проводить сварочные работы под дождем, в сыром помещении, а также рядом со взрывоопасными материалами. Рекомендации по работе со сварочным инвертором, требования безопасности и указания по уходу за оборудованием подробно описаны в инструкции по эксплуатации. Обязательно ознакомьтесь с ней перед использованием. Соблюдайте эти простые правила и работа со сварочным инвертором будет приятной и безопасной, а наша продукция станет вашим верным помощником на долгие годы. Всем пока, еще увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok